Как могло случиться, что люди вдруг стали обладать передовыми знаниями? Это древняя тайна Египта и открытие Рэндала Карлсона раскрывает тайну пирамид. Возможно, что задолго до современных людей существовали другие развитые цивилизации, обладавшие знаниями, которые впоследствии перетекли в культуру египтян, а также в такие сообщества, как строители Стоунхенджа. Но кто были эти существа? Были ли они людьми или совершенно не похожи на нас? Если верить традиционной историографии, развитые человеческие цивилизации появились примерно 5000 лет назад в Месопотамии, Египте, долине Инда и Китая. Эти цивилизации сразу же обладали поразительно высоким уровнем знаний и технологий. В Месопотамии города возникали словно из ниоткуда. Египтяне создали культуру и архитектуру, которые поражают и сегодня, особенно если учесть, что раньше в этих регионах жили лишь простые кочевники и пастухи-скота. Не менее примечательен культурный расцвет в долине Инда примерно в 2600 году до н.э. и в Китае. Еще до появления этих культур существовали группы людей, которые строили впечатляющие мегалитические сооружения. Большинство из них, вероятно, имели удивительно сложную астрономическую подоплеку, как, например, Стоунхендж в Англии или древнейшая из известных в мире небесных обсерваторий в Госсаке. Рэндалл Карлсон – один из тех исследователей, которые уверены, что эти сооружения и культурные расцветы не появились просто так, из ниоткуда. Должны были существовать высокоразвитые цивилизации, которые исчезли по разным причинам. Карлсон видит волну радикальных изменений на поверхности Земли в эпоху перед или во время последнего ледникового периода, который закончился около 11700 лет назад. За этим последовало возникновение мегалитических культур, которые, как говорят, были с одной стороны примитивными, а с другой способными транспортировать и возводить огромные камни, которые сегодня заставили бы работать даже наши краны-тяжеловозы. Кто такой Рэндалл Карлсон? Рэндалл Карлсон – это прежде всего архитектор, строитель, геометр, а также ученый и независимый исследователь, который в значительной степени является самоучкой. Карлсон известен своими альтернативными теориями и работами о конце последнего ледникового периода, влиянии древних наводнений и изменений климата. Он увлечен символами древней мифологии и сакральной геометрии, которые он напрямую связывает с мировыми событиями. Его исследования и теории часто касаются взаимосвязи между экологическими катастрофами и возможным влиянием этих событий на развитие и исчезновение древних цивилизаций. Карлсон специально изучает закономерности и свидетельства крупных катастрофических событий в истории Земли и пытается сделать вывод о том, что эти цивилизации впоследствии исчезли или были рассеяны по всему земному шару. С этими уцелевшими людьми высшие знания и культурные отпечатки достигли тех уголков мира, где люди находились на этапе перехода от сельской кочевой жизни к цивилизованной культуре. Это может объяснить, почему такие народы, как египтяне, строители Гёбек-Литепе или даже передовые цивилизации Месопотамии вдруг стали обладать обширными знаниями в области архитектуры, астрономии, сельского хозяйства и градостроительности. В своих работах Карлсон пытается навести мосты между архаичными знаниями и современной наукой, представляя доказательства и теории, которые противостоят зачастую консервативным и узким традиционным научным теориям. В США Карлсон стал популярен в первую очередь благодаря своим долгим и напряженным беседам с подкастером Джо Роганом. Гипотеза воздействия младшей триады Можете ли вы представить, что целые цивилизации исчезли из-за столкновения с астероидами? Эта идея кажется правдоподобной, ведь, как мы знаем сегодня, динозавры тоже исчезли после того, как астероид шириной около 15 километров упал к северу от Мексики. Рэндалл Карлсон убежден, что на развитые цивилизации повлияли или даже уничтожили такие катастрофические события. Он любит ссылаться на гипотезу импакта младшего триаса, которая предполагает, что один или несколько ударов комет или астероидов перед концом последнего ледникового периода вызвали резкие изменения климата. Эти события положили конец ледниковому периоду и, вероятно, вызвали массовые глобальные наводнения, климатические сдвиги и крах целых цивилизаций. Это вполне можно себе представить. Не исключено, что огромные удары уничтожили целые островные континенты, такие как Атлантида, или изменили прибрежные районы континентов, которые существуют до сих пор. Эксперты любят утверждать, что даже в таких случаях свидетельства этих культур должны быть видны где-то сегодня. Многим геологам и археологам трудно поверить в то, что эти цивилизации полностью исчезли. Карлсон предполагает, что эти утраченные знания не исчезли полностью. Он рассматривает мифы, легенды и религиозные тексты не просто как истории, а как исторические записи. В частности, он видит связь в историях о всемирном потопе, которая указывает на глобальную катастрофу. Многие свидетельства возникли как устные традиции, а затем были включены в религиозные тексты и верования. Библия рассказывает историю о Ное и потопе, а сегодня мы знаем, что эта история почти в точности существовала у шумеров, только имена и места были немного другими. Кстати, шумеры также знали историю об Эдемском саде, только здесь не Ева была виновата в том, что люди были изгнаны из рая. В этой версии истории люди стали жертвами борьбы между богом на небе и мерзким противником на земле. Какова подоплека астрономических выравниваний? Трудно поверить. Действительно ли Стоунхендж существовал только для того, чтобы ловить солнечный свет во время равноденствий, или же расположение камней на самом деле имеет совершенно другую подоплеку? По сей день исследователи продолжают находить новые аспекты этого места, и кажется, что мы только начали понимать такие сооружения, как Стоунхендж. Рэндалл Карлсон уже много лет скрупулезно исследует астрономическое расположение мегалитических сооружений и поражается тому, какими точными астрономическими знаниями обладали древние цивилизации. Еще один замечательный пример – мегалитические храмы Мальты. На первый взгляд, сооружения кажутся простыми, но специалисту они показывают, что строители обладали особыми астрономическими знаниями, а сами храмы отображают астрономические явления. Эти храмы являются не только впечатляющими архитектурными достижениями, но и свидетельствуют о странном понимании человечества. Связь между движением небесных тел и аспектами земной жизни не может быть случайностью. Люди хотели выразить что-то особенное, или же храмы служили доселе неизвестным целям. Не так давно измерения пирамид Гиза в Египте показали точное соответствие между тремя сооружениями и тремя звездами в поясе Ориона. Это дало толчок к появлению теории корреляции Ориона, которые утверждают, что это соответствие – нечто большее, чем просто духовный акт. Согласно альтернативным теориям, пирамиды были не гробницами, а сооружениями, которые, возможно, улавливали и фокусировали энергию из космоса. Сегодня мы, вероятно, уже не воспринимаем эти виды энергии. Многие спиритические медиумы и люди с необычным восприятием говорят, что египтяне совершенно иначе воспринимали мир. В некогда позолоченных верхушках пирамид были заключены тонкие энергии, которые мы сегодня уже не можем воспринять. Считается, что знание об этих силах, выходящее за рамки физики Ньютона и Эйнштейна, помогало этим людям возводить необычайное сооружение и перевозить удивительно тяжелые грузы на большие расстояния. В Стоунхенже Рэндалл Карлсон видит место, которое служило как земным, так и космическим целям. Точное расположение камней в соответствии с восходами и заходами Солнца в моменты обратного хода света или равноденствий действительно указывают на календарь. Однако это место было не просто гигантским календарем или красивым местом поклонения. Люди не стали бы строить Стоунхенж, перевозить и удивительно точно укладывать огромные камни, если бы не было некой последовательной связи между усилиями и пользой. Более того, этот объект, как и многие другие древние сооружения, демонстрирует настолько глубокое понимание геометрии, астрономии и инженерного дела, что его не могли построить люди, которые в остальном были простыми кочевниками и фермерами. Если мы на секунду обратимся к идеям Рэндалла Карлсона, изложенным в обзоре, то исследователь представляет, что развитые цивилизации существовали десятки тысяч и сотни тысяч лет назад. Это могли быть ранние и высокоразвитые типы людей, или же они могли прибыть на Землю из космоса. Стихийные бедствия могли привести к повсеместному разрушению городов и поселений этих народов. Гигантские извержения вулканов, трещины в Земле и всемирные цунами действительно могли привести к исчезновению целых городов. Далеко идущие, а позже вполне нормальные геологические процессы также привели к исчезновению последних следов этих народов. И сегодня свидетельства этих культур могут лежать так глубоко в Земле или на дне океанов, что мы до сих пор не можем их отыскать. Некоторые представители этого вида могли выживать снова и снова. Позже они встречали на этой земле других гоминидов, простых скотоводов и кочевников, учили их и смешивались с ними. Таким образом, сложные знания передавались простым людям. В результате этой встречи племена быстро развивались и создавали необычные цветы, как, например, египтяне или шумеры. Подобные события происходили и в Индии, а в Южной Америке есть свидетельства того, что сложные организованные развитые цивилизации, такие как майя или инки, очень быстро и внезапно возникли из ранее полудиких и разрозненных кочевников и земледельцев. Вот доказательства. В настоящее время в мире существует множество доказательств, подтверждающих теории, выдвинутые такими исследователями, как Рэндалл Карлсон и Грэм Хэнкок. Долгое время город Тонис-Гераклион считался чистым мифом. Затем этот бывший египетско-птолемеевский прибрежный город появился вновь. Предположительно, он погрузился в Средиземное море после землетрясения и разлома египетской береговой линии. Все эти годы Тонис-Гераклион лежал на дне Средиземного моря, примерно в 15 километрах от побережья, покрытый нильским илом, но на самом деле не так уж и глубоко. Миф внезапно стал реальностью, и оказалось, что все старые легенды и сообщения об этом городе были правдой. То же самое относится и к недавно обнаруженному золотому городу правителя Аменхотепа III в Египте, который также считался экспертами чистой фантазии и преувеличением историков. Сегодня золотой город является наиболее хорошо сохранившимся полным египетским памятником и демонстрирует, как никакая другая реликвия, нормальную египетскую жизнь. Мастерские и жилые дома не сохранились так прекрасно ни в одном другом месте. В Индии дайверы обнаружили легендарный город Дварка у побережья штата Гуджарат. Глубоко на морском дне лежат храмы, великолепные улицы и здания, которые рассказывают о необычайном великолепии и высокоразвитой культуре. Невероятно, но дайверы обнаружили на месте резные куски дерева, возраст которых датируется более чем 9 тысячами лет. Дварка также известна как золотой город Господа Кришны. И, судя по всему, здесь уже существовал центр цивилизации, когда люди в Европе еще жили в пещерах. Подписывайтесь, потому что лучшее видео еще впереди.